Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Международного Института Здоровья Человека. С вами я, Игорь Саленчук. И сегодня мы поговорим на важнейшую тему. О сахарном диабете у мужчин, о специфике протекания сахарного диабета у мужчин и что самое важное вам следует об этом знать. Очень часто наши ученики, мужчины, у нас тысячи учеников, которым мы помогаем избавиться от сахарного диабета самыми простыми и надежными способами, естественными. Очень часто наши ученики, мужчины, задают вот эти важные вопросы. Как влияет сахарный диабет на мужчин и что с этим делать? Сейчас хочу вам дать самое главное. Диабет у мужчин имеет свои характерные черты, как раз присущие именно мужчинам. Например, низкий тестостерон и проблемы сексуального характера. Почему и как нужно взять мужчинам контроль над своим здоровьем? Дело в том, что диабет у мужчин развивается немного чаще, чем у женщин. Например, в Соединенных Штатах, где уровень ожирения на самом деле самый высокий в мире и, соответственно, уровень заболевания с сахарным диабетом второго типа также выше. 13,6% взрослых мужчин в 2019 году был поставлен диагноз сахарный диабет. Этот же диагноз сахарный диабет был поставлен 11,2% взрослых женщин. Это по данным Центра профилактики и контроля заболеваемости США. Это страшные цифры. Это, друзья, страшные цифры. Тем не менее, с сахарным диабетом второго типа можно и нужно справиться. Для этого есть простые и надежные способы. Кстати, я о них рассказываю на нашем мастер-классе, как справиться с сахарным диабетом второго типа за 3 месяца. Совершенно бесплатно на двухчасовом мастер-классе я вам рассказываю. Здесь регистрация на него, и вы все зарегистрируетесь и все узнаете. Итак, диабету мужчин и как заботиться о сексуальном здоровье. К сожалению, мужчины, в отличие от женщин, склонны к тому, чтобы избегать разговоров о своих проблемах со здоровьем. Женщины намного чаще и намного серьезнее относятся к своему здоровью. Мужчины склонны избегать не говорить о проблемах со своим здоровьем. И автоматически из-за этого мужчины склонны быть менее здоровыми, чем женщины на протяжении всей жизни. И диабет у мужчин может породить, даже не то, что может, а практически всегда порождает некоторые специфические проблемы, которые связаны с их сексуальным здоровьем. Что нужно знать для того, чтобы защитить свое благополучное состояние при наличии диабета второго типа и что в этом случае делать? Многие, кстати, осложнения мужчины испытывают те же самые, что и женщины. Например, заболевание нервной системы, нейропатия диабетическая. Например, проблемы с глазами, когда диабет влияет на глаза. Но несколько специфических проблем, они присущи именно мужчинам при сахарном диабете. Что самое главное, многие мужчины, очень многие, не осознают, что вот эти проблемы именно связаны с высоким уровнем сахара в крови. Какие самые распространенные проблемы? Первое. Низкий уровень тестостерона. Диабет у мужчин удваивает риски возникновения низкого уровня тестостерона. К чему ведет низкий уровень тестостерона у мужчин? Когда понижается такой важный мужской половой гормон тестостерон, то возникают такие симптомы. Низкий уровень энергии. Низкий уровень энергии, человек вялый, ну вообще ничего не хочется. Потери мышечной массы, это крайне опасная вещь. Когда теряется мышечная масса, она замещается жировой, и жировая масса растет еще больше. Депрессия. Очень часто с этим связано, с низким уровнем тестостерона. И проблемы сексуальные. Низкое половое влечение, нарушение эрекции. И это очень важные аспекты, влияющие на мужчин из-за сахарного диабета второго типа, в первую очередь. И чтобы проверить свой уровень тестостерона, мужчинам нужно обратиться за помощью к доктору. И доктор может определенную корректирующую терапию назначить. Но мы точно так же должны понимать, мы точно так же должны понимать, что без устранения причины, это сахарный диабет второго типа, без устранения причины, любая медикаментозная терапия в этих случаях осложнений будет только полумерой. Следующее, крайне неприятное для любого мужчины осложнение, это эректильная дисфункция. Эректильная дисфункция, импотенция. И такая проблема мужчинам грозит в три раза чаще при наличии сахарного диабета. Это анализ, опубликованный в журнале «Диабет, метаболический синдром и ожирение целей лечения». Это еще в 2014 году было опубликовано. И нарушение эрекции, к сожалению, происходит, когда из-за высокого уровня сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды или нервы. А это регулярно происходит из-за высокого сахара в крови. А импотенция еще может наступать из-за побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов, которые назначаются, чтобы преодолеть сахарный диабет у мужчин. Ну, преодолеть, наверное, сильное слово. Эти препараты назначаются, чтобы временно понизить уровень сахара в крови. Они только временно. Все медицинские средства при сахарном диабете второго типа являются временными средствами, временно понижающими уровень сахара в крови. Они не действуют, у них нет пролонгированного эффекта, постоянно их нужно употреблять. Мало того, дозировки нужно все время увеличивать. И это очень-очень важный момент. Ну, с эректильной дисфункцией можно работать, ее можно вылечить, но когда ее причиной является сахарный диабет второго типа, это сделать намного-намного сложнее. Конечно, нужно обращаться к специалистам при первым симптомах. И нужно брать уровень сахара в крови и свой сахарный диабет под контроль. Я детально об этом рассказываю на нашем двухчасовом мастер-классе. Вот здесь, если вы еще не зарегистрируетесь, зарегистрируйтесь. Следующее, что бывает и сплошь и рядом при сахарном диабете, это урологические проблемы. Проблемы урологического характера. Высокий уровень сахара в крови сильно вредит нашей нервной системе, которая контролирует рабочую работу мочевыводящей системы. И диабет у мужчин приводит к проблемам урологическим. Это гиперактивность мочевого пузыря и инфекции мочеполовой системы. И при сахарном диабете второго типа, мужчины часто могут страдать от задержки мочеиспускания. Почему? Потому что поврежденная сахарным диабетом нервная система, из-за нейропатии, она приводит к неполному или редкому мочеиспусканию. И это, такие последствия диабета очень сильно отражаются на качестве жизни мужчины, на образе жизни мужчины, а со временем это приводит, может приводить и к болезни почек. Самое страшное осложнение сахарного диабета это диабетическая нефропатия. Диабетическая нефропатия это почечная недостаточность. И это очень, очень, очень важный момент. Как же вообще улучшить свое здоровье мужчине в случае угрозы сахарного диабета? В большинстве случаев вот эти вот негативные последствия сахарного диабета второго типа, которые характерны для мужчин, их можно исправить. Их реально можно исправить. И первый шаг к налаживанию свое здоровье, это должен быть визит к доктору, специалисту, к специалисту по мужским болезням, андролог или уролог. Если вам сложно об этом говорить или вы стесняетесь, вы напишите на бумажку список симптомов и вопросов, которые у вас появились, и принесите их своему лечащему врачу. И не откладывайте это на потом, ни в коем случае. Очень важно поделиться также своими переживаниями сексуального характера со своей супругой или партнером. И зная то, что ваши симптомы связаны с диабетом второго типа, и вы будете иметь возможность просто рассказать, что это не вы потеряли интерес, а у вас конкретные проблемы являются физиологического характера, которым причина есть сахарный диабет второго типа, этим можно уберечь отношения зачастую. И это очень важная вещь. Это есть с чего начать разговор. И вот открытый разговор тоже будет гарантией того, что вы получите надлежащую поддержку от ваших любимых, что очень необходимо при жизни с сахарным диабетом. Следующий решительный шаг мужской. Мужской. Это принятие мер. Мужчины на самом деле более склонны иметь какие-то урологические или даже сексуальные проблемы со здоровьем, если не контролировать сахарный диабет. Если вообще его не контролировать, тогда будут проблемы. Если уровень глюкозы в крови постоянно скачет, если постоянно держится высокое давление крови, и уровень холестерина превышает норму, а если мужчина курит, и если мужчине больше чем 40 лет, есть лишний вес и не ведет активный образ жизни, это всегда негативно влияет, к сожалению, на сексуальную сферу и на урологическую. И когда обнаружен сахарный диабет, если у вас обнаружен сахарный диабет второго типа, то не следует предпринять такие конкретные шаги, чтобы дать ним установить контроль и сократить риск последующих осложнений. Сбалансированная диета. Мы рекомендуем сбалансированную диету, которая включает свежие фрукты, овощи, постный белок, цельные злаки, низкобиотемическую диету. Исключить сахар и быстрые углеводы, прекратить курение, заниматься посильными физическими упражнениями. Например, ежедневная ходьба в течение 30-40 минут. И очень полезно это делать сразу после еды. Из-за этого можно взять свой уровень сахара в крови. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Я это тоже очень рекомендую. Следующий момент, очень важный для того, чтобы для мужчин, это поддержание здорового веса в организме. Как правило, сахарный диабет второго типа ходит вместе с лишним весом. И сахарный диабет второго типа вместе с лишним весом, это такой комплект, это еще повышенное давление, повышенный уровень холестерина в крови, плохое настроение, это все вместе метаболический синдром. Когда вы корректируете свой вес, убираете лишний вес, скидываете даже несколько килограммов, это может значительно помочь параллельно улучшить ситуацию с уровнем сахара в крови. Вот. Лучше сбросить 2-3 килограмма за год, чем набрать 2-3 килограмма за месяц. Вот очень простая вещь. Друзья, чтобы детально погрузиться в естественные способы, как справиться с сахарным диабетом, я провожу мастер-класс, как победить сахарный диабет за 90 дней. Заходите на этот мастер-класс, друзья, специально для мужчин, я там тоже очень многие вещи рассказываю, регистрируйтесь, он бесплатный, двухчасовой мастер-класс, и вы на нем узнаете стратегию своих действий, для того, чтобы не допустить вот этих осложнений сахарного диабета, для того, чтобы победить сахарный диабет. А если вам это видео понравилось, то я уверен, что оно понравится друзьям вашим, многим людям, с которыми вы можете поделиться этим видео прямо сейчас, потому что я считаю, что оно важное и полезное. А на нашем канале уже больше трех сотен, больше трех сотен полезнейших для вашего здоровья видео по разным аспектам вашего здоровья, в том числе связанных с больше сотней видео по сахарному диабету, я уверен, по разным аспектам, я уверен, что вам будет очень полезно подписаться на наш канал, чтобы первым получать все наши новые видео. Желаю вам счастья, здоровья, любви, вам и вашим близким. Всего самого лучшего. С вами был Игорь Царинчук на канале Международного института здоровья человека. Увидимся в новом видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok